Состоялось заседание областного общественного совета. В совещании приняло участие заместитель Акима области Жасулам Бесимбиев. На заседании совета были обсуждены ряд вопросов в соответствии со специально утвержденной повесткой дня и планом работы. Далее в сюжете. В заседании общественного совета приняли участие руководители отделов областного управления образования, физической культуры и спорта. Сначала члены совета задали вопросы, связанные с целевым расходованием бюджетных средств, уточненных развитием спорта области. Кроме того, рассказали о контроле за расходами на командировке спортсменов. Будет выделено 238 миллионов. Кроме того, из самого управления командируются сборные команды. Без таких финансов не было бы успеха. Три наших спортсмена показали хорошие результаты. Все это благодаря такой финансовой поддержке. Речь шла и о развитии национального спорта в регионе. В 2018 году в нашем городе планировалось построить ипподром, но он остался только в документе. Что касается ипподрома, у нас есть документ ПСД. Документ 2018 года устарел. Сумма выделенных на него средств составляет более 800 миллионов. Готов участок под ипподром. Планируется его строительство. На заседании были рассмотрены вопросы улучшения сферы образования региона. Обсуждены вопросы повышения квалификации учителей. Создание возможностей для получения учащимися средних учебных заведений полноценной профессии. Сегодня по республике наша область находится на низком месте по уровню образования. На ваши вопросы я ответила в докладе. Сегодня главная проблема – большинство учителей в наших школах имеют среднее образование после колледжей. А также среди них есть специалисты, окончившие местные высшие учебные заведения. Эти данные анализа, которые провела Назарбаев интеллектуальная школа в 50 школах. У меня есть данные по результатам работы. Отметим, что в завершении совещания руководителям данного управления был дан ряд поручений по устранению недостатков. Необходимо увеличить количество спортивных секций, активизировать дуальное обучение. В целях проверки уровня исполнения данных поручений члены общественного совета и руководители управления вновь соберутся вместе. Продолжение следует...